Это трасса Каркаролинский и Кандебулак в Карагандинской области. На первый взгляд она мало чем отличается от многих других таких же в нашей стране. Дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Но здесь есть одно но. Эту трассу отремонтировали 9 месяцев назад. А в Темиртау новенький асфальт можно вообще отломать руками. Кто же отвечает за качество укладки дорожного полотна? И почему новый асфальт не выдержал испытания времени? А главное, какие меры предпринимают местные власти, чтобы вернуть транспортную артерию в надлежащее состояние? Расскажет Асей Джамберши. После каждой поездки в город по этой дороге житель села Акталыка и Жанпай Магомбетов внимательно осматривает свою машину. Не поцарапан ли бампер и на месте ли блюзговики? После укладки асфальта на дороге появились небольшие ямы. И с каждым разом становятся больше, говорит сельчанин. И по его же словам, никто на эти ямы внимания не обращает. Тревогу забили, когда под весом машин асфальт начал лопаться и проседать. Раньше 150 километров мы преодолевали за час-полтора. Сейчас мы едем пять часов. А если кто-то заболеет, это совершенно невозможно оперативно доставить в город, в больницу. Как оказалось, трассу Каркаролинск Екендабулак проложили только в прошлом году. Но асфальт не выдержал большого потока грузовых машин, которые обслуживают расположенные вблизи от дороги крупный рудник. Екендабулак, что мы видим сейчас? Сделал дорогу, а через 10 дней она снова развалится. Мы предлагаем оставить эту дорогу только для нужд сельчан. А рудник, он рассчитан на 30-40 лет. Пусть сделает свою техническую дорогу. Но будет ли открыта отдельная техническая дорога для работников рудника, неизвестно. Однако ремонтные работы по восстановлению асфальта уже начались. И это тоже Карагандинская область, город Тимиртал. Так Аким проверяет качество укладки асфальта. Дорогу отремонтировали этой весной. И самым качеством асфальта, посмотри. Я тебе по запаху определил, что вместо битума тут отходят. Отходят свои подарки. Такого подарка за выполненную работу подрядческая организация, уложившая асфальт, не ожидала. Как и то, что под пристальный контроль строительство дорог возьмет на себя Аким города. Сколько здесь сантиметров? Ну ладно, щебет. Как можно укатывать? Есть 5 сантиметров? У вас по технологии положено. По данным рейтинга Всемирного экономического форума, по качеству дорог Казахстан оказался на 115 месте из 137 стран. Тем самым казахстанские дороги признали одними из самых худших в мире. На позицию выше оказалась Россия. Ниже Казахстана и страны СНГ разместились Кыргызстан на 122 месте и Украина на 130 месте. А вот самые лучшие дороги признаны в Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии и Сингапуре. Местные власти обещают исправить ситуацию. На трассе установят специальный контрольно-пропускной пункт, где будут строго следить за грузоподъемностью проезжающих машин и обещают не пропускать самосфалу. По условиям конкурса транспортная компания, осуществляющая перевозки руды, должна загружать машины по 8 тонн на одну ось, но подрядчик грузил по 15 тонн и больше, а большегрузы и вовсе по 30-35 тонн, поэтому дорога и не выдержала. По словам специалистов областного Акимата, на восстановление этого участка из регионального бюджета выделили около 700 миллионов тенге.